МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том случае, если квитанция выставляет фонд капитального ремонта, в настоящий момент без комиссии оплаты принимаются во всех отделениях почтобанка, а также рост финансбанка. Мы понимаем, что этого не очень достаточно, и уже долгое время ведем переговоры с крупнейшими сетевыми агентами Пермского края по приему платежей, то есть те организации, которые имеют свои кассы на территории всего Пермского края. Сейчас мы уже с ними на финальной стадии и думаем, что некоторых мы уже напечатаем в следующие квитанции, чтобы собственнику было удобнее ориентироваться, куда можно сходить оплатить остальные померия, заключение с ними соответствующих договоров. Информацию мы по ним будем давать на официальном сайте фонда, в средствах массовой информации, а также печатать на следующих квитанциях, которые будут приходить. Александра Евтеевна задает вопрос. Уже месяц считаюсь на пенсии. Документы поданы в Пенсионный фонд Мотовелихинского района, но пенсию до сих пор не начислили и не выплачивают. Объясняют сбоем в компьютерных программах. Когда новые испеченные пенсионеры получат свою законную пенсию? Действительно, в Пенсионном фонде отмечали проблемы с программным обеспечением, но, как заверили нас сейчас, все вопросы решены. И таких ситуаций, как ваша, Александра Евтеевна, больше не должно возникать. Учитывая, что количество вновь назначаемых пенсий у нас достаточно большое, мы в год назначаем более 60 тысяч человек новых пенсий, поэтому в течение февраля месяца мы все документы о новом назначении пенсии ставили на контроль и ждали исправления ошибок. В марте месяце уже пришла новая версия без ошибок, и мы ликвидировали все эти долги, которые имели, и с марта месяца у нас пенсия назначается в штатном режиме в течение 10 дней с момента подачи заявления. На ваших экранах сейчас полная контактная информация для ваших писем и сообщений. Пишите, будем в проблемах разбираться вместе. Удачи в делах!